Всем привет, друзья! С вами Механик, сегодня продолжаем развитие фермы. Итак, я тут подумал, что Нива мне, наверное, не нужна. Дело не в том, что она мне не нравится, дело в том, что посмотрите, как быстро утекают мои деньги. Я вам покажу сейчас, куда они утекают. А самое главное, сегодня я вам покажу то, на что я решил копить. Это что-то вообще неимоверное. Итак, вот у меня один наймит, работает достаточно хорошо. И вот второй, зараза, работает очень плохо. Постоянно тупит, постоянно тормозит, надо постоянно его перезапускать. А самое главное, что жрут денег, а не просто вагон. Ниву продаем, потому что я на ней практически не катаюсь. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, стоило продавать Ниву или нет. Но я ее пока продаю, мне эти деньги пока не будут лишними. И плюсом ко всему, я по сути все могу возить на зелке. У меня из всего это деревья и куриные яйца. Все, больше нечего возить. Давайте мы построим еще, ну, примерно три дерева. И попробуем сразу это все загрузить в зелок и отвезти, продать. Давайте так и сделаем. Так, нам нужны деревья. Стройка. Кстати, я, наверное, в конце вставлю отрывок, который я начинал с запись. И у меня просто не работала игра нормально. Я там побомбил немножко. Поставьте лайк, если хотите, чтобы я вставил это неудачное начало в конец этого видео. Так, я думаю, что мы три дерева сейчас попробуем загрузить сразу. Мы еще такого не делали. Это будет беспрецедентная акция какая-то. Давайте попробуем это сделать. Я бы вообще такие длиннющие, конечно, попробовал загрузить. Но думаю, что с длинных мы много не заработаем. По крайней мере, вроде как мы пробовали. И не особо это получалось у нас. Так, а по сколько метров? По восемь. Шикарненько. Восемь метров это то, что нам надо. Ё-моё, тихо, тихо, тихо. Не падай, пожалуйста. Так, ну тут что-то какая-то возня уже совсем пошла. Так, итого у нас четыре обрубка получается с одного дерева. Ну, в принципе, норм. Сейчас мы разрубим все деревья сразу. Отвезем и получим примерно, ну, я думаю, где-то 14 тысяч. Так, нам придется убрать вот это бревно, потому что оно нам мешает. Оно не даст нормально срубить деревья. Так, быстрее садимся. У нас просто, видите, насколько быстро утекают деньги. Только что было 40 тысяч. Я вам скажу, что когда я начал серию, у меня было 40 тысяч до продажи Нивы. Потом я продал Ниву, у меня с того стало 40 тысяч и опять 36. А там только 20% обработано, чтобы вы понимали. Ох ты, ничего себе! Вы посмотрите, насколько дерево большое. У меня реально дерево упало прямо на зелук. Так, ну, сильно не удвигайтесь там, мне потом таскать это все-то вообще-то. Ладно, пилим-рубим и загружаем все это. Посмотрим. Я постараюсь загрузить как-то это все поаккуратнее, чтобы, чтобы все это довести. Посмотрим, как грузоподъем на зелка вообще справится, он не справится. Ну, ну, вот так вот. Так, падай! Падай! Ооо! Молодца! Пили теперь. Все. Последнее дерево у нас на сегодня. Да я шучу, конечно же. Так, смотрите. На 30% там уже выполнено. Ну, судя по всему, денег мне не хватит. Да. Я, конечно, хотел проверить, насколько выгодно вообще так вот выполнять эти заказы на полях с помощью наймитов. Но я чувствую так, что если я реально это буду делать, мне денег вообще не хватит. Смотрите, я нашел новый способ, как можно таскать. И оно падает так. Так. Ой, ё-моё! Я что-то в зил куда-то вставил. Дерево это. Так. Да ты можешь нормально лечь или нет? Что тебе надо-то? Ну вот. Вот. Типа того. У нас просто три дерева. Вы сами понимаете, что это достаточно много места они занимают. И нужно как-то поаккуратнее все это сложить, чтобы просто-напросто довести. Огромная такая указка у меня. Оп. Так. Есть. Вот так вот. Отлично. Эти будем накидывать сверху. Я думаю, что все получится. Я так еще ни разу не складывал. Я обычно сбоку клал. Ну давайте пробовать так. Возможно, что-то да получится. Может быть нет. Посмотрим. Так. Вот оно что-то как-то... Вот так вот лежи. Ладно. Сейчас сюда маленькое положим. Они, видите, очень плохо друг с другом как-то взаимодействуют. Можно? Воооо. Вооо. Вообще воо. Не-не-не. Вот так вот. Аккуратненько. Так. Это, конечно, работа не быстрая. Как видите, пока я ее делаю, у меня реально куча денег уже потратилась. Ну и пока успеваем. Пока у нас есть еще запасы. Это хорошо. Самое главное еще все погрузить, отвезти, продать и нормально будет. Ребята, вы сегодня увидите мою новую цель, которую я приметил в магазине. Такого еще не было. Такого раньше реально не было. И я когда увидел... В общем, эта штука стоит примерно... Ну как? Как половина особняка, который у нас был на прошлой карте. Вы помните особняк с прошлой картой? Напишите в комментариях, если помните шикарнейший особняк с прошлой карты. Так вот. Эта штука стоит половину особняка. Ну, я думаю, что это очень достойная цель. И к ней рано или поздно я приду. Пока я, честно говоря, не знаю как. Потому что у меня... Ну, вообще сейчас нет на это денег. Вообще! Да куда ты, собака, катишься? Мне надо положить тебя и отвезти. А ты укатилась уже. Нет. Нет. Блин. Ты серьезно? Бревно, ты серьезно сейчас? Вот скажи. Завязывай с этим. Реально. Нормально же общались. Я хочу жестко загрузить зелок. Посмотрим на его грузоподъемность. Но я думаю, что три дерева он точно вывезет. Вот четыре. Тут уже как бы вопросики, конечно, есть. Может быть, четыре и не вывезет. Но будем пробовать. Правильно? Так. А у нас еще, по-моему, там... Да, еще кусочек лежит. То есть вот это предпоследний кусочек. Смотрите, просто там... Оп! Отлично! Отлично задержалась. Так, последнее это? Вроде последнее. Сейчас еще все конкретно проверим. Чтобы быть уверенными. Слушайте, ну... В целом неплохо, смотрите. В целом неплохо. Вот оно так вот как-то кинулось. И мы его еще так вперед немного толкнем. Все, ребят, посмотрите. Зелок загружен просто максимально. У нас здесь не осталось ни одного бревнышка. Только пенечки. Пенечки надо убирать, кстати. Потому что они будут мешаться в дальнейшем. Садимся в зелок. Вот так это все выглядит. Отцепил, зацепил. Что называется. Ну что, как вам нагрузочка, а? Вот это загрузил зелок, да? Или нет? Ну, по-моему, вообще изи. По-моему, изи для зелка. Как думаете, сколько зелок вывезет? Вот это надо проверить сегодня. Мне кажется, что он... Вот просто если мы будем аккуратно как-то грузить... Мне кажется, что он вполне сможет потянуть... Не то, что тут... Сколько мы? Три бревна, да, загрузили? Мне кажется, он пять, шесть, семь. Вообще смело. Главное погрузить это все. Может попробовать по три метра и грузить. Ой, резать по три метра. Они будут как раз попадать ему поперек кузова. Очень долго будем складывать. Но нагрузится реально много. Хотя фиг его знает. Тут надо реально проверять. Посмотрите, осталось сколько денег у нас. Вообще деньги утекают просто рекой. Так, пополняем наши запасы финансов. Чего? В смысле? Не понял. Это как вообще работает? Я не понял сейчас. Это что за обман? Ребята, это как вообще понимать? С трех деревьев? В смысле, блин? Это в смысле? Это что такое? Что с игрой случилось? Короче, первый раз, когда я зашел, у меня просто не работал вот этот магазин. Просто вообще никак. То есть там открывалось все что угодно. Так. Это очень интересно. Я ничего не понял. Я просто нифига не понял вообще. Это как работает? Так, ладно, подождите. Надо успокоиться. Надо... Надо... Одно дерево получается. Так. И может я не то дерево вырастил? Вроде то. Давайте одно дерево ставим. Блин. Я сейчас просто в шоке. Я думал там 1014 будет. Может даже 15. Учитывая, что с двух деревьев мы вывозили почти 10 тысяч. А сейчас что-то с чем-то случилось. Я не понял вообще, как это сработало. Так. Рубим одно. Отвозим и проверяем. Так быть просто не должно. Так. Там 50% в поле сделано. Это шикарно, но... Но денег-то, блин, мне не хватит. Так, подождите. Я просто сейчас в шоке. Что произошло? Как вообще это могло произойти? Этого не должно было быть. Это просто нонсенс какой-то. Так. Я не знаю, может что-то залагало тут? Или как это вообще работает? Почему так произошло? Я не понимаю пока что делать. Но мне это не нравится. Мне абсолютно не нравится такой расклад. Потому что я сейчас потратил, наверное, столько же, сколько и заработал с этих деревьев. Они что-то... Что вообще произошло? Что не так? Я не могу понять. Так, давайте кладем последний. Отвезем сейчас и посчитаем. Потому что это что-то... То есть я заработал примерно столько, сколько с одного я зарабатываю. Но я отвез три! То ли три дерева посчитались за одно, потому что я слишком круто сложил, то ли как. Но это какая-то дичь просто. Натуральной воды дичь. Слушайте, зелок так прет, как сумасшедший. Мне реально не нужна легковушка никакая. Посмотрите, он реально очень быстрый. Я прямо в шоке с того, какой зелок у нас тут образовался кайфовый. Ну что, давайте пробовать. Да в смысле? Это пипец. У меня больше нет бизнеса. У меня был бизнес. И его больше нет. Что случилось с лесом, ребята? Я до этого... Видели, что же было? Я продавал... Дерево... Выгодно. Я покупал дерево за 1400. И я продавал дерево за 4000. А сейчас я покупаю дерево за 1400. И продаю за 1300. Ничего не понял. Это как вообще работает? Что, ребята, случилось? Нет, его не может же быть, правильно? Я что-то вообще не догоняю, что произошло. Как это вообще может быть-то, эй? Я не понимаю просто. Так, это пипец какой-то. Ну что, надо мотать время, чтобы... Хотя бы яйца были. У нас поле, видите? 19 выполнено, 60%. Давайте, ребята, сделаем ускорку. Чтобы хотя бы тут яйца наколупались чуть-чуть. Так, у нас корм еще есть. А яиц пока нету. Корм пока еще есть. Так. Ну где? Почему не появляются яички-то? Они же каждый час появлялись. В чем прикол? О! Наконец-то. 5 единиц всего лишь. Пипец, так мало. Друзья, вот я что думаю. Наверное, нам нужно курятник расширять. И брать курятник большой, который... Который будет реально нормально денег приносить. Который, помните, у нас был на 900 курочек. Я, конечно, пока не могу 900 курочек сюда привезти. Но, тем не менее. 5 единиц. Они... Что с вами, курочки? Вы не хотите нести яйца вообще? Вы оборзели, что ли, здесь? Или что? Что с вами происходит? 10 единиц. Что произошло такое? Пипец. Так. Давайте проверим, что у нас здесь. Так, этот работает. Вроде как работяга. Ну, это просто дичь какая-то дикая, если честно. У нас и курочки особо не несутся. Главное, хоть и корма они сильно не... 15 просто яиц. Вы что, угораете, что ли? Сейчас дожди вообще пойдут. Короче, друзья, нам нужен новый курятник. Как по мне. Так как мы лесом заниматься больше не можем. Ну, только я не понимаю, почему мы лесом больше не можем заниматься. Так. Теплички, конечно, это хорошо. Мы можем расположить здесь теплички. А можем расположить курятник большой. 20 яиц за целый день. Это пипец, как мало. Что случилось? Курочки, вы чего? С ума посходили? Несите, пожалуйста, побольше яиц. Вы чего? Да. Я только вижу, как заработная плата утекает у нас и все. Фух. Просто посмотрите, меня разгружают жестко. Аренда. У меня еще кредит есть. Обалдеть. Можно обалдеть просто. Да. Так. Ну, что мы эту технику. Получается все. Сдаем. В утиль. Не нужна больше. Короче, начался сентябрь и все сломалось почему-то. Я не знаю почему. Давайте сдавать его обратно, потому что это... Он жрет слишком много техники. Лесотехническая машина. Вернуть. Техника возвращена. Вот это надо вернуть еще. Так, это пусть работает. Ну, что у нас здесь? Курочки. Как-то начали. 36 единиц. Неплохо, хоть так. У меня просто сейчас, видите, тоже расходы идут на то, чтобы там что-то происходило. А здесь у меня теплички как работают. Нет, давайте проверим теплички. Так, мы останавливаем сейчас чуть-чуть так. Давайте проверим, как у нас теплички работают. Все на продажу стоит сразу. То есть, как бы, в принципе, все работает. Мало тепличек просто. Я, видите, наставил тепличек, а они реально мало приносят денег. Ну, на данном этапе у меня просто мало теплицы. У меня их всего лишь 4 штучки. Ладно, давайте мы вот это вот в магазин отправим. Пока что. Мы сейчас посмотрим, сколько стоит курятник. Так. Стройка. Какого он вообще размера? Так, животные, куры. О, 900 можно. 139 тысяч. Ну, пипец. Этот 6 тысяч на 30 еще курочек. А вот этот на 900 курочек. Это пипец, конечно. 900 курочек. Это топ. Мы с вами уже убедились, что реально курочки это топ-топ. Так, коровы. 75 у меня тоже нету. Нет, а тем более. Может, хрюшки? Хрюшки, по идее, они растут, и мы их потом продаем дороже, насколько я понял. С овцами. Такая же тема. Да. Получается, что так. Производство. Так. Вот теплицы. Вот это вот хорошая вещь. Вот это вот хорошая вещь. Яблони. Но я пока не могу поставить, потому что у меня реально может не хватить денег. Большую теплицу я могу купить, но она... Не, она, конечно, прикольная. В принципе, я могу здесь... Сколько? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Больших теплиц поставить. Тоже это... Сильно, мне кажется, погода не сыграет. Поехали. Сейчас продадимся. Ну, я, конечно, максимально разочарован. Я не понимаю, что произошло. То ли сложность изменилась, то ли что. Ну, судя по логике, наверное, да. Наверное, сложность изменилась. Я уже привык к какой-то схеме заработка. И у меня эту схему только что забрали. То есть мы должны на чем-то другом зарабатывать. Так. А здесь покупают? Да, здесь покупают. На 43. Пипец. Просто на 43 доллара. Это вообще невероятно мало. Я что-то уже сомневаюсь, что 900 курочек будут нам приносить очень-очень много. Давайте мы доедем с вами до магазина. Я вам хочу показать то, к чему я буду стремиться. Вот теперь я реально не знаю, как мы этого будем достигать. Но, как бы, цель это цель. Вы сами понимаете, что цель она, как бы, есть. Так. Ну, смотрите, ребят. Ну, смотрите. Я вам обещал показать. Вот это у нас было 375 тысяч. Оно стоит. Rolls-Royce в рейд. Правильно? Правильно. By Mansory. А что вы скажете, если... Вот что появилось, ребята. Rolls-Royce Phantom. Просто Rolls-Royce Phantom, ребята. Вы посмотрите, как он выглядит. Не, ну это, конечно, пипец. Это просто что-то с чем-то. Стекла. Стандарт или задние притонированные. Крепления. Можно фаркоп, но я, конечно, не буду ставить фаркоп. Колеса. Видите, да, какие разные колеса на него доступны. Абсолютно разные. Причем колеса, кстати, похожи... Похожий выбор был на X. А основной цвет. Пожалуйста, тут любой можно. Хотите такой сделать. Хотите такой сделать можно. Можно коричневый основной цвет. Или черный основной цвет. Так, это что за цвет у нас? А, это второй цвет. Вот, пожалуйста, можно второй цвет сделать. Красный. Такой. Металлик. Хотите? Зеленый. Серебристый, я думаю, какой-нибудь можно сделать. А первый какой-то... Нет, первый, наверное, должен быть белый. А второй какой-то, типа... Золотистый должен быть, но... Что-то здесь нет золотистого цвета. Нет, такие золотистые мне не нравятся. Поэтому, наверное, должен быть какой-то он... Ну, я не знаю. Тут реально надо долго выбирать, чтобы получилось что-то прям... Красивое. Может быть, даже вот так. Колеса... Нет, все-таки колеса, наверное, сток. Колеса сток. Интерьер, интерьер, цвет обода. Видите, можно колеса сделать тут. Черные, например. Или вот хромовые. Кстати, а нельзя такой же вот цвет здесь сделать, чтобы хром был? Чтобы прям хром-хром был жесткий такой, четкий. Ух! Это что за вообще такое, смотрите? Это прям нормально. Во! А, нет, это белый стал. Так, ну прикольно. В общем, ладно. Выбирать можно реально долго. И номера можно сделать, и все. Вот такая вот тачка. Стоит она... Вы сами видите, каких денег. И она еще... Ну, вы видите, что надо платить 10 долларов в день за нее. Просто, чтобы ее содержать. Икс. Конечно, это прикольно, но... Тут, видите, это люкс настоящий. Так, по мощности. По мощности тут тоже все понятно. Тут всякие гелики и прочее. Это, конечно, рядом даже не стояло. Этот роллс прикольный. Но... Вот этот роллс реально хочется. Напишите в комментариях, как вы вообще к этому относитесь. Хорошая это... Хорошая мечта, или нехорошая мечта, такую тачку тут брать. Так, поехали мы что-то делать. Пока не знаю реально, что делать. Может быть, поле пока самому опестицидировать. Пестицидами этими. Курятник пока мы не можем построить. Так даже если мы построим, у нас денег не будет на курочек. Реально, что ли, яблони только остается покупать. Погнали, ребята, сами работать. Потому что... Че нам делать-то? Как нам быть? Так, на 90... Ну, с другой стороны, на 90% заполнил. Давайте посмотрим по карте. Как это может выглядеть. Так, нам нужна карта, которая показывает созревание. Нет. Вот состав почвы. То есть вот, видите еще, какие куски остались. Сейчас он обрабатывает вот этот клочок. И нам с вами придется дорабатывать вот это вот все. Потому что этот чувак сам, естественно, не сможет. Вот, видите. Сейчас он вот это доработает. Нам останется вот раз. Вот этот клочок. Вот здесь. Вот тут. И вот здесь большущий клочок. Так, а это что такое? Не знаю. Так, а тут еще у нас вот работает один. Вспахивает. Ну, половину где-то вспахал, получается, пятого поля. Очень уж долго. Может быть, еще какие-то контракты есть? Вспашка земли пока нет. 14 тысяч. Это не 50 тысяч. Ну, да. Пока такого ничего нет. Может быть, у них, конечно, поля маленькие. Я не знаю. Я не смотрел, не проверял. Давайте думать, чем мы вообще можем заниматься дальше. Так, этот все у нас, да? Этот завис у нас, чувак. Давайте чекать карту. Где ты у нас завис? Ты у нас тут завис, да? А, в дерево уперся. Все понял. Давай, пошел. Дорабатывай хотя бы этот угол. Ну, ты можешь ехать нормально. Ну, ты что, блин, дурак какой, а? Ну, мне же потом это проезжать нужно. Ну, что ты за идиот? Почему эти наймиты так работают здесь тупо? Я не знаю. Так, как мне включить подачу на B, что ли? Да, на B подача. Так, доезжаем до конца. И дальше будем смотреть. Да, давайте сейчас тогда доделаем это. Так. Чекаем. Это все сделано. Вот этот клочок. Поехали на разворот. Потому что этот клочок он тоже не сделал. Фух. Достаточно большой там клочок. Почему он пропускает эти моменты, я вообще не понимаю. Но, с другой стороны, мы сейчас доделаем, получим деньги сразу. Здесь еще, видите, здесь на этом поле не особо понятно, где обработано, где не обработано. Если на том визуально было ясно, здесь такого что-то нет. Во, видите, здесь еще уже не обработано. Так, ну-ка, смотрим. Пошел, пошел, да? Смотрите. Пошла возня. Вот он прям сплошь это идет. Почему-то криво опять. Почему криво едет? Сейчас упрется в дерево, смотрите. Все, отставить, отставить. Почему нельзя сразу вот так ехать? Ну, что тебе мешает просто брать и вот так ехать? Там все равно не надо ничего. Там дорога идет. Так, единственное, я не знаю, сколько нужно этого обрабатывать. Давайте прочекаем. Еще чуть-чуть, да? Еще совсем чуть-чуть. Ну, тут реально не видно, где удобрено, где не удобрено. Где эти пестициды сделаны, где не сделаны. Так, вот видите, кусок остался там. Разворачиваемся. Подъезжаем. Ну, и потом еще кусок надо будет сделать. Так. Едем вперед. Врубаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вырубаем. Так, это пройдено у нас. Теперь вот этот момент. Погнали. Попробуем каким-то образом встать на направление. Где это должно быть вообще чисто физически. Треугольничек. Ну, я думаю, что примерно где-то вот так. И даже еще назад. Так, вот так вот. Поле, говорит, не найдено. О. Пошел обрабатывать поле. Смотрите, сразу нашел поле. Так. Ну, и чего? И опять вот этот клочок оставил. Ну, конечно, зачем рулить? Зачем рулить, когда можно просто ехать прямо? Зачем? Вот он что делает сейчас? Так. Ну, неужели он этот клочок обработает? Я буду в шоке, если он реально его сможет обработать сам. Это будет вообще нонсенс какой-то невообразимый. Я сейчас просто на это наблюдаю, потому что мне... У меня нет денег, чтобы сейчас что-то делать. Я думаю, что... Ну, мы сейчас посчитаем, сколько у нас получится денег после. Поливает, да, поливает и... Ладно. Закончил работу. Молодец. Поехали на тот край поля. Блин, мне что-то в глаз попало. Обида в глаз попала. Поехали на тот край поля. Будем дорабатывать те участки, которые он не доработал. А это, собственно говоря, у нас вообще вся вот эта линия. Потом здесь. Обалдеть. Ладно, поехали просто в край. И с края начнем. И аккуратненько проедемся. Я надеюсь, что все получится. Я по максимуму буду его запускать, потому что у меня осталось 1500 литров удобрений. И этого может не хватать. Поэтому пока там ровное, мы будем его запускать. Когда будет вот это отклонение вбок, вправо, я перехвачу управление на себя. Думаю, что это должно каким-то образом сработать. Виды, конечно, здесь шикарные. Ничего не могу сказать. Прям реально очень красиво все выглядит. Но только что с деревьями делать? Вот это я, конечно, не знаю. Действительно, наверное, сработало. Тот же как? Тот же через сезон. То есть должен пройти целый сезон. Чтобы сработали какие-то изменения. Вот поэтому, скорее всего, я, наверное, поставил реально сложность высокую экономическую. И поэтому это сработало, но слишком поздно. Ну, то есть неожиданно для меня, в неожиданный момент. То есть в августе еще все было норм. А вот в сентябре стало все максимально плохо. Друзья, мне здесь нужна ваша помощь. Как вы считаете, стоит ли прям жестко хардкорить и ставить максимальную сложность? Или все-таки надо больше такого лайта и поставить простую сложность, чтобы чуть быстрее развиваться? Как вы считаете? Напишите в комментариях. Потому что реально с этой сложностью я просто лишился довольно интересного бизнеса по добыче деревьев. Сейчас он закончил работу? В смысле? А, он максимально тупой, я понял. Он упирается в деревья. Причем, видите, он не может ехать против роста этих. Против роста кукурузы. Он едет исключительно вот так по линии. И из-за этого вот он сейчас врежется в дерево и закончит работу. Пока не врезается. Пока не врезается. Пока не врезается. Врезался. Что ли? Не-не-не-не-не-не-не. Не. Вот сюда едь. Прикиньте, я вот им рулю. И он типа едет туда-сюда. Стоп. Стоп, машина там кусочек остался. Из-за этого кусочка потом сюда ехать не хочу я. Поэтому давайте сразу его обработаем. Так, где-то... Вот тут вот где-то, да? Все. Так, теперь чуть дальше едем. Чуть дальше. Чуть дальше. Все. Пошла возня. Так, достаточно большой клочок здесь. Еще здесь клочок. Ну, это пипец, конечно. Сколько нужно самому здесь впахивать. Вот этот, видите, работает и работает. Я с опрыскиванием больше реально дела не хочу иметь. Очень уж сложно это происходит. Ну, вот опять. Ну, видите, он что делает. Просто... Ну, просто идиот какой-то. Ну, что это такое? Ну, как это работает? Ну, в чем проблема ехать туда? Он... С этой стороны все обработано уже, чувак. Я не знаю. Это просто какая-то дичь дикая. Вот видите, он сколько пропустил территории. Когда, ну, казалось бы, просто... Просто бери и делай. Вот. Еще чуть назад. Все. Теперь вроде делает, да? Ну, проверяем, как он будет сейчас делать. Он по-любому сейчас... Не... Ну, как бы, вот. Уже, 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 уже там не достает. То есть надо просто вот так ехать. А теперь вот так. Им просто, ну, нельзя как бы управлять. Вот именно когда он работает. Ты не можешь рулить. От этого все проблемы. Вот опять. Так. Там опять клочки остались. Ладно, давайте здесь в рукопашку буду делать. Потому что иначе может не получиться. Я сейчас просто проеду по краю. Максимально, насколько это возможно. Так. 1300 литров. Ну, 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 давай. Надеюсь, хватит. Не хочется просто ехать за пестицидами опять. Надеюсь, что хватит. Сейчас, когда 1000 останется, я, наверное, буду его запускать. Давайте посмотрим. Ну, вот. Вот. Довольно-таки неплохо уже здесь стало обработано. Ладно, запустим его. Посмотрим, куда он сейчас поедет. Че? Контракт на поле 19 завершен. Стопэ. Стопэ, 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 стопэ. Как это завершен? Завершен. Это мне нравится. 53 тысячи. Засекаем, ребята. Реально? Реально. Так. 64 косаря у нас. Мы просто в диких плюсах. Мы в диких плюсах, ребята. Че делать с этими плюсами? Мы можем поставить 10 деревьев сейчас. Которые в месяц нам будут приносить. Сколько? 10 тысяч они будут приносить нам в месяц. Если мы 10 яблонь посадим. Мы их можем где-то вот здесь посадить. Каждый месяц будет капать по 10 тысяч. Примерно. Там плюс-минус. Месяц это 3 дня, по-моему. Давайте проверим. По-моему, 3 дня стоит здесь. Так. А где у нас настройки-то? А, 5 дней. Короче, 5 дней. Раз в 5 дней будет капать 10 тысяч. Достаточно много надо будет проматывать времени, чтобы получить эти профиты. Но, тем не менее. Поэтому, наверное, и курочки у нас медленнее стали нестись. Потому что у нас в месяц, и как вы видели, теперь 5 дней. И доходы, скорее всего, у нас стоят сложные. Да, экономическая сложность высокая. Может, среднюю поставим? В общем, я пока поставлю среднюю. В любом случае, она изменится. Все эти изменения, они изменяются только в следующем, получается, сезоне. То есть, сейчас сентябрь. Ну, зимой, получается, они только изменятся. Напишите в комментариях, если вы хотите хардкора. Я буду по хардкору двигаться. Ну что? По сути, нам сейчас не хватит на то, чтобы что-то нормальное сейчас запустить здесь. Поэтому я реально предлагаю на пассиве поставить, просто-напросто поставить сейчас, или теплицы. Деревья гарантированно приносят. Давайте, наверное, поставим деревья. Так, стройка, производство, теплицы. Да, вот они. Эти 1200 приносят, а эти меньше приносят. Реально, меньше. Мы за одно дерево можем такую теплицу поставить. Или несколько вот таких деревьев. Посмотрите, раз, дерево поставили. Два. Три. Четыре. Пять. Пять деревьев, это примерно 5000 в месяц. Мы можем, кстати, сейчас сделать ускорку и посмотреть, будет ли капать вообще с них что-то, нет? С пяти деревьев с яблочками, с этими шикарными. Так, 1000 заработная плата. Это минуса. Ну, это подытожилось. Оно и так списывается. Не, каждый час, как видите, ничего не капает вообще. Тридцать девять двести. Даже яиц нету, нифига. Даже яиц нету. Тридцать девять двести пятьдесят пять. Это у нас продалось из тепличек. Ну, хотя бы из тепличек чуть-чуть капает, уже приятно. Тридцать девять триста. Ну, это, скорее всего, да, это теплички работают помаленьку. Ну, а может даже и деревья, кто их знает. Ну, в принципе, по чуть-чуть, по чуть-чуть идет, да, видите? Ну, что, можно ставить деревья, да? Поставим деревья. Или еще бахнуть. Мы можем три теплицы сейчас бахнуть по 10 тысяч. Не проверено работает. Ну, и деревья проверено работают. Я думаю, надо деревья ставить. Пускай мы будем медленно. Медленно, но будем потихоньку уходить в плюса. Потому что давайте посмотрим, что мы можем сейчас сделать. Фруктовые сады. Их надо, видите, за ними нужен уход. Их надо посадить. А у нас поле, ну, реально маленькое очень. Мы на этом поле, ну, почти ничего не заработаем. Генераторы мы уже с вами убедились, что, по сути, работает только вот это за 93 штуки. Все остальное это шляпа. Ну, потихонечку деньги собираются все-таки, ребят. Потихонечку собираются деньги. Я предлагаю вам ставить деревья, но только я уже ничего не вижу. Так, я просто ничего не вижу. А что так темно стало? Так, подождите. Как там? Вот так вот как-то, да, можно сделать, чтобы побыстрее чуть листалось время. Ну, что-то, да, какие-то доходы. Ну, в целом, видите, на месте там возня ведется. Прямо вообще на месте. Вот целый день прошел. Видите, ну, 39 снова стало. Ну, типа ничего сверхъестественного нету. Давайте реально добавим еще. На все оставшиеся деньги давайте мы просто поставим растения эти. Так, производство, теплицы. Так, где здесь одну поставим. Тут, тут, тут. Тут посадим. Здесь посадим. Так, там не будем. А, как не хватает денег? Может, 5 тысяч, что ли? Как не хватает? У меня 8. У меня 8? Чего? А, сейчас хватает. Ха-ха. Прикол. Так. Ну, давайте попробуем. Что теперь это нам даст? Так. Давайте смотреть. 4, 3, 900, 4. Ну, потихонечку в маленький плюс выходим. Сейчас у нас сентябрь закончится. И мы посмотрим, что будет. Да, смотрите. Ребята. Выхожу в плюс. Наконец-то. Все. Ребят, начал в плюс уходить. Сейчас 5 сентября закончится у нас. 5 сентября закончится. 1 октября пошло уже. Все. Все. Ну, неплохо так-то. Теперь нам нужно с чем рассчитываться? С кредитом. По идее, деревья работают. Видите? Деревья реально работают. Это, это хоть что-то радует меня. Мы не можем спилить наши деревья? Эти не можем. Так. 8, 800. Сколько яиц у нас здесь наколупалось? 162 штуки. Это 162 евро примерно. Корм еще есть. Но, по идее, надо бы привезти еще. Давайте привезем. Так, по-моему, они кушают пшеницу у нас. Сейчас давайте проверим. Что это такое? Да, это пшеница. Погнали. Привезем еще пшеницу, потому что наши курочки хотят кушать. Мы здесь сразу возьмем. Ну, как минимум одну пшеницу точно можно взять. Пока сильно-то дальше развиваться не будем. Ну, вот уже, видите? Уже начали в небольшие плюсы выходить. Так, у нас там работник работает. Работает! Вот это молодец! Пашет и пашет спокойно себе. Кайф, конечно. Трактор такой прям. Мне очень нравится. Ростельмаш. Так. А нету на задании каких-то? Покажите, пожалуйста, задания. Может, какие-то появились интересные и высокомаржинальные какие-то? Да нет, тут теперь вообще, видите? Максимально все упало. Максимально на все цены упали. Ладно, поехали продавать яйца. Что-то я еще хотел. А, пшеницу надо купить. Поедем в магазин за пшеницей. Да, конечно, теперь уже... Ммм! 162 яйца продалось, видите? На 344 доллара. Неплохо. Неплохо. Вообще неплохо. Так. Давайте купим пшенички. Большие мешки с пшеницей. Пшеницей. Вот она. Так, настроить. Ну, что, парочку купим? Нет, давайте одно купим. И мы на оставшие деньги можем еще купить одно дерево. Все равно, как видите, ну какие-никакие, но профиты есть. И это хорошо. Так, закрепляем пшеничку и погнали. По сути, мне реально сейчас зелок заменяет вообще все машины. И мне Нива сейчас действительно не нужна. Да, было бы прикольно с ней. Но, по сути, она реально пока что не нужна. Из легковых тачек я вам показал то, что мне хочется. То, к чему я буду стремиться. Ну, и, по идее, рано или поздно мы это сможем купить. Смотрите, у нас реально уже деревья такие. Меняют окрас. То есть, по идее, я не знаю, скоро зима, наверное, будет. Так. Высыпаем все это добро. Ну, и все. Смотрите, у нас и тут есть. И у нас еще здесь осталось. Ладно, пускай это работает. Ну что, друзья, наверное, пока на этом сделаем перерыв. Пока реально не знаю, чем заниматься. Пока и производства какого-то такого интересного нет. Ну, и денег на производство тоже нет. Давайте, наверное, копить на что-то будем. Напишите в комментариях, чем вообще здесь стоит заняться. Может быть, хрюшек развести. Посмотреть, насколько ими выгодно тут заниматься или нет. В общем, напишите. Обязательно прочитаю ваши комментарии. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. И всем пока.